МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня день памяти всех, кто воевал за Россию, кто в разных войнах и вооруженных конфликтах выполнял свой долг по защите Родины. Он отмечается как день уважения ветеранам, которые живут рядом с нами, и памяти тех, кого уже нет в живых. В Анапе, в сквере боевой славы, прошел митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий. Каждый шаг может изменить жизнь. Важно, куда этот шаг сделать. Сегодня мы собрались здесь с одной целью. Отдать дань памяти, восхищения, благодарности всем тем, кто в своей жизни сделал свой шаг и с оружием в руках защищал интересы нашего государства. Не только на ближнем, скажем так, рубежах нашей Родины, но далеко за ее пределами. Я хочу сказать, из поколения в поколение у нас идет. Я всегда, когда мы встречаемся в воинских частях, в институте береговой охраны, в ВУЗах, я всегда из множества героев. У нас в одной мош-школе 11 героев Советского Союза. В городе 9 героев, не связанных с мош-школой. Мы всегда приводим два примера показать, когда победили, потому что была единая, многонациональная советская семья. На мероприятие собрались участники боевых действий в локальных конфликтах и горячих точках, вдовы и матери погибших, а также представители общественных организаций и городских властей. Общее количество участников или ветеранов боевых действий на территории Анапо-Анапского района достигает около 450 человек. Это по неучтенным данным, потому что многие сейчас, город воинской славы Анапо, он привлекательный стал, и много ветеранов приезжает сюда. И каждым днем, фактически, количество участников просто возрастает. Самое, наверное, главное мужское предназначение в жизни – это защита. Защита своих родных, близких, но такое емкое, большое название, как Родина. И исполняв долг, любой долг, не только здесь, на территории своего государства, а самое главное, далеко, где-то там за пределами, многие ставят вопрос, для чего это надо. А потому что это Родина приказала, это ради нее. Молодежь должна знать своих героев, должна знать традиции, верности, кто посвятил, и какой ценой досталось то, что сейчас мы пользуемся. Это мирное небо над головой. День ветеранов боевых действий отмечают по всей России. Отмечают бойцы, которые воевали в Чечне, в Афганистане. Отмечают те, кто выполнял свой долг в менее известных горячих точках. Таких солдат мало знают, но пули, раны, сны у них общие. Теперь есть и общий праздник. Сегодня такая дата. Наши воины в свое время защищали интересы государства, данный Советский Союз. Я очень хотел бы поздравить всех здесь присутствующих с этим праздником. И вечная слава павшим, которые не вернулись. Пусть в будущем будет только мир и будет ясное небо. И всем живущим воинам здоровья и всего самого доброго. Участники митинга почтили память погибших минут и молчания и возложили цветы. Этот праздник пока не имеет официального статуса. Сейчас ведется подготовка обращения в Государственную Думу Российской Федерации о принятии законодательного акта о признании 1 июля, днем ветерана боевых действий. Сегодня и вчера в адрес нашего боевого братства поступило много поздравлений. Потому что неофициально, но и отмечаем этот день, 1 июля, отмечаем день ветеранов боевых действий. Мне очень приятно сегодня поприсутствовать, возложить цветы. И я хочу пожелать ветеранам живым крепкого-крепкого здоровья, мирного неба, всего самого-самого наилучшего. Олеся Давыдова, 39 канал.